Здравствуйте. Тема обучения навыкам безопасного поведения детей-подростков всегда была очень актуальна для окружающих их взрослых. Наверное, всем знакомы книги Людмилы Владимировны Петрановской «Что делать» и «Что делать, если два». Эти книги, кстати, были одними из первых книг, которые затронули вопросы детской безопасности. А Людмила Владимировна предложила задуматься своим читателям, как юным, так и взрослым, что должен делать ребенок, иногда даже что должен делать взрослый, если они оказались, особенно оказался ребенок, в какой-то непростой жизненной ситуации. И действительно, что делать ребенку, если он вдруг застрял в лифте, потерялся в метро, его укусила собака, или же он оказался один дома, а в дверь настойчиво звонят незнакомые люди. Годы идут. К сожалению, количество опасных ситуаций не уменьшается, а увеличивается. И поэтому тема безопасности всегда остается актуальной. И, соответственно, появляются новые книги, которые расширяют и дополняют тему детской безопасности в современном мире. Вот с этими новыми книгами я и хочу вас сегодня познакомить. Первые книги, с которыми я вас хочу познакомить, о которых я хотела бы сегодня рассказать, это даже не одна книга, а серия книг. И написана эта серия Юлии Ивановой совместно со специалистами школы безопасности Лизы Алерт. Вы, наверное, знаете, что Лиза Алерт – это добровольческая общественная организация, которая занимается поиском пропавших людей. Ну и еще специалисты этой организации занимаются обучением как детей, так и взрослых навыков безопасного поведения людей в достаточно непростых ситуациях. У всей этой серии есть общее название «Опасные приключения Веры и Саши». Вера и Саша – это брат и сестра. Однажды, без разрешения родителей, они включают папин ноутбук и включают игру «Опасные приключения». Для того, чтобы выключить ноутбук и чтобы ничего не было заметно, нужно пройти всю игру. Но в игре «Опасные приключения» есть несколько уровней. Эти уровни возрастающей сложности. Соответственно, ребятам придется пройти первый уровень – лес, второй уровень – город, третий уровень – вода, и четвертый уровень – лед. и последние два уровня – это транспорт. И самый последний уровень – один дома. Проходя все уровни игры, ребята, соответственно, проходят все задания, которые встречаются в этой игре. Где-то они действуют по одиночке, то есть где-то действует Вера, где-то Саша, где-то они действуют вдвоем, но проходя эти уровни, они оказываются в тех ситуациях, в которых можно оказаться в обычной жизни. В лесу, в городе, у водоема, у замерзшего водоема. Что оказывается в ситуациях, которые могут случиться даже у тебя во дворе, в подъезде, и даже когда ты находишься один дома. И в конце каждой этой небольшой книги есть обязательно рекомендации от специалистов школы Лизы Алерт о том, как вести себя. Поскольку эти книги предназначены для дошкольников и младших школьников, ну, соответственно, их родители, рекомендации такие маленькие, крайне лаконичные. Скорее, эта книга представляет собой… Сейчас я вам покажу еще одну рекомендацию, еще в одной книге. Эта книга действительно представляет собой краткое, небольшое информирование ребенка о навыках безопасного поведения в опасной ситуации. Вот такая серия книг от Юлии Ивановой и от специалистов школы безопасности Лизы Алерт. Еще одна книга, с которой я хочу вас сегодня познакомить, написана Лией Шаровой. У Лии Шаровой есть специальная серия, которая называется «Стоп угроза». А в ее состав входит вот эта книга, которая называется «Безопасный город». И сама Лия является руководителем школы одноименной «Стоп угроза» и уже много лет учат детей основам безопасного поведения, в том числе и основам безопасного поведения в городе. В этой книге автор собрала всю полезную информацию и пытается в доступной и увлекательной форме рассказать ребятам и их родителям о правилах безопасного поведения в городе. Это разговоры о том, почему нужно, возможно, и достаточно условно разделить всех взрослых, окружающих ребенка, на своих и чужих. Это рассказ о правиле взрослых, что оно в себя включает и в чем оно выражается на практике. Кроме того, здесь есть разговор, например, о том, что такое безопасная дорога. Что делать, если ребенок вдруг потерялся в городе? Кому ему следует обращаться за помощью, а кому ему за помощью обращаться не надо? Где в городе есть безопасные места, а где места в городе достаточно опасные? Это лишь малый круг вопросов, о которых, рассказывает Лилия Шарова, предлагает родителям вместе с детьми их обсудить. Не только обсуждение взрослым и ребенком потенциально опасных ситуаций, которые могут встретиться в городе, но и обучение ребенка практическим навыкам, выработка правильного поведения ребенка так, чтобы если он вдруг столкнулся с такой ситуацией, то чтобы он не растерялся, а применил свои знания на практике. И, соответственно, эту книгу нужно читать, не торопясь, постепенно, возможно, возвращаясь к каким-то темам, еще раз заново обсуждая. Возможно, но читая, обсуждая, пробовать тренировать какие-то практические навыки ребенка и просто посмотреть, насколько ребенок помнит о правильных навыках поведения в той или иной потенциально опасной ситуации. Ведь информированность и практические навыки поведения каждого ребенка в опасной ситуации – это залог его безопасности. Следующая книга, о которой я вам хочу рассказать, называется «Не дам себя в обиду. Правдивые истории из жизни Никиты». Написала ее Ольга Бочкова. Она, кстати, тоже создала эффективную и востребованную авторскую программу обучения детей и родителей разным вопросам безопасности ребенка в городе, в интернете, в школе, со сверстниками, безопасности личных границ. В принципе, об этом, обо всем и рассказывает книга. А главный герой ее, мальчик Никита, учится в начальной школе, живет в большом городе. И, ходя в школу на занятия, гуляя по улицам, иногда в одиночку, иногда с друзьями, даже перемещаясь с родителями по городу, он попадает в различные ситуации, довольно часто достаточно опасные. Ну, смотрите, однажды он решил скачать новые песни на смартфон, а в это время с него списали деньги. В один прекрасный день он становится свидетелем воровства в своем классе. Однажды в большом торговом центре его чуть не ограбила компания более взрослых ребят. Однажды, опять-таки, находясь в торговом комплексе и оставшись на какое-то количество времени один, он столкнулся с незнакомой тетей, представившейся маминой подругой. И эта тетя пыталась увести его в неизвестном направлении. И еще однажды, находясь с родителями в парке, он затерялся в толпе. Вот, в принципе, небольшое количество тех историй, в которые попадает Никита. Кроме того, попадая в различные жизненные ситуации, Никита размышляет над различными, стоящими перед ним вопросами. Стоит ли не говорить о том, что ты видишь, например, о том, что ты увидел кражу? Стоит ли защищать слабого и младшего человека, товарища? Или же остаться в стороне, и это будет безопаснее? Он узнает о том, что такое личная информация, и задумывается, должна ли вся личная информация о тебе быть в общем доступе, и почему. Стоит ли общаться с незнакомыми людьми, как в реальной жизни, так и в интернете? И что, возможно, за этим общением будет стоять? Ну, вот это, еще раз повторяюсь, малое количество историй, ситуаций, в которые попадает Никита. И по своей сути, эти все истории действительно связаны с безопасностью детской, как в пространстве, в городе, так и безопасности личных границ. Конечно, эта книга предназначена тоже для совместного чтения. Совместного чтения взрослым, родителям и ребенкам. Чтению тоже неспешному, возможно, возвращению к каким-то темам, к каким-то главам, конечно, совместному обсуждению. Тут в конце каждой главы, кстати, есть тоже небольшая памятка для ребенка, как правильно себя вести в той или иной ситуации. Ну и, возможно, два варианта про чтение книги. Первый, вот как я сказала, совместное чтение и листовой книги. А второй вариант – это чтение и обсуждение тех историй, проблемы которых и темы которых актуальны как для взрослого, так и для ребенка. Вот как бы такой разный формат чтения этой книги. И последняя книга, о которой я хочу вам сегодня рассказать, написана известным семейным психологом Ириной Чесновой. И называется «Как вести себя в опасных ситуациях». И предназначена она, в отличие от предыдущих книг, конечно, и младшим школьникам, но и уже ребятам постарше подросткам. Конечно, ее можно читать уже самостоятельно ребятам постарше, а можно, как и предыдущие книги, читать и обсуждать с родителями. И вопросы опасной ситуации, которые здесь есть, они охватывают более широкий спектр жизни. И та информация, которая дается здесь, это уже не краткое информирование об основах безопасного поведения, а скорее дополнение к той информации, которую ребенок должен уже иметь на этот момент. Соответственно, здесь можно узнать, как и в предыдущих книгах, как вести себя в лесу, в походе, на даче, что делать, что такое безопасное поведение на улицах большого города, что такое безопасное общение или не общение с незнакомцами. Вот такие книги существуют на настоящий момент, и все они посвящены теме и вопросам детской безопасности. Они совершенно разные по характеру, по стилю. Предназначены они как для дошкольников, так и для младших школьников, и, конечно, для их родителей. Но их объединяет одно – это освещение вопросов детской безопасности. И действительно, такие книги нужно читать и обсуждать с ребенком вновь и вновь на разных этапах его жизни. Ведь, как сказала один из авторов, информированность и практические навыки вашего ребенка – это основа его безопасности. На этом у меня сегодня все. До новых встреч!